Выражение фейерверки деньги на ветер это совершенно неправильное выражение, потому что мы уверены и готовы доказать всем, что фейерверки это эмоции, наша жизнь это чистая эмоция. Любое действие, которое мы совершаем в нашей жизни, любой аттракцион, любая покупка это эмоция. Прежде всего финансово мы подкрепляем свою, возможно не уверенность в чем-то, а возможно уверенность или подкрепляем свое желание быть радостным и довольным, потому что это только эмоция, это ни в коем случае не деньги на ветер. Мужчины это взрослые дети, им нужно чтобы бабахало, бабахало громко, высоко, ярко, а девушки, женщины тоже попадаются разные, так как есть такие, так сказать, уверенные в себе женщины, которые хотят тоже, чтобы было громко и ярко, но есть и поменьше. В этом случае у нас есть в этом году выбор бесшумных фейерверков, их несколько позиций у нас, это есть как вулканы, это есть бесшумные залпы, красивые, цветные, разноцветные, поэтому, конечно же, мужчины от женщин в этом случае отличают. У нас больше покупают мужчины, так как мужчинам это нравится больше сфера, они больше адреналина независимые, зависимые, так сказать, вот извиняюсь, а женщины, скажем, женщины, ну они как мужья в основном, скажем, но опять же, опять же, всегда могу сказать, что есть отважные женщины, чем мы очень довольны, в нашей клиентской базе есть классные девушки, которые постоянно покупают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, самое главное при покупке пиротехники нужно смотреть на упаковку. Упаковка должна быть обязательно целая, без браков, без каких-то повреждений. Обязательно нужно смотреть, чтобы были сертификаты ЦЕ. Это значит, что продукт сертифицирован и допущен на рынок Европейского Союза. Смотреть инструкцию, читать ее. Тут она на двух языках указана. Картинки, как устанавливается, как поджигается. Если рассказать в общем о технике безопасности, все фейерверки, за исключением вулканов для тортов и бенгальских огней, нужно использовать только на улице. Ну, за исключением еще театральной пиротехники. Покупая фейерверк, вы всегда смотрите, чтобы он был в целой, все в порядке. Ничего на нем не повреждено. Вкратце расскажу вам, как правильно поджигать, запускать фейерверк. Установка фейерверка. Поверхность должна быть очень ровной. Ни в коем случае нельзя, чтобы фейерверк находился под углом или еще как-то. Что касаемо, допустим, маленьких фейерверков, я бы советовал каждый фейерверк, который меньше там и легкий, укреплять его. После того, как вы укрепили фейерверк, немаловажно, вы должны смотреть на безопасное расстояние от домов, машин, деревьев, чтобы при запуске фейерверка, допустим, фейерверк, ну, шары не полетели, там, деревья, провода или еще куда-то. Непосредственно сам запуск фейерверка. Вы снимаете оранжевую, так сказать, наклейку, под ней будет зеленый фитиль. Вытаскиваете его и на вытянутой руке, обязательно на вытянутой руке, поджигаете его. Ни в коем случае нельзя наклоняться над фейерверком, потому что может произойти быстрый выстрел, и тогда вы пострадаете. Подбегать, я советую, минимум 20 метров. То есть вам длины фитиля хватит, что он пока догорит, там 5 секунд, я думаю, 20 метров можно пробежать. Также, если вдруг по какой-то причине фейерверк не сработал, ни в коем случае не подходить как минимум 15 минут. После 15 минут вы можете спокойно его залить водой и принести обратно, допустим, к тому магазину. Все наши фейерверки имеют гарантию, вам будут возвращены деньги, либо вы получите новый товар. В нашем мире это называется пиротехнические изделия, и у нас есть абсолютно весь спектр пиротехники и фейерверков, которые мы можем вам предложить. Есть от мала до велика, от 12 лет использования, это как маленькие хлопушки для детей, здесь можно видеть, но они с 12 лет. Это называется категория F1 пиротехники. Также есть категория F2 и F3, что является немаловажным, и это нужно обязательно знать об этом. Это, как правило, являются все остальные наши пиротехнические изделия, или батареи тоже, поэтому они абсолютно разные, так же, как и ценовой класс. Ценовой класс у нас тоже является абсолютно доступным, от 7 евро, 10 евро, до самый дорогой ящик, прямо в прямом смысле ящик, у нас есть до 700 евро. Поэтому бюджеты совершенно разные, на любой вкус и цвет, и на любого потребителя. Невозможна такая ситуация, что мы не можем предложить какой-то фейерверк для человека. На самом деле, каждый фейерверк, имеющий маркировку CE, получает сертификат в одном из европейских университетов, кто занимается аккредитацией пиротехники, которые приходят из Китая. И тогда их на самом деле не больше 10, по-моему, в Европе, или 12. В основном это Польша, Сволакия, Германия. И каждый фейерверк получает, помимо CE, сертификата, уникальный номер. То есть он прошел там, как бы сказать, тестацию, сертификацию. И только после этого фейерверк допускается в Европейский союз, на европейский рынок. Допустим, некоторые производители, точнее импортеры в Евросоюз, имеют свои лаборатории в Китае, которые уже проверяют качество, и в принципе он приходит уже сертифицированный из Китая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...